А вот наш гость, с которым мы сейчас будем общаться, участвовал в первой в истории Каспийской международной и российско-французской экспедиции с целью изучения истории Каспийского моря. Прямо сейчас о ней мы и поговорим. С нами на связи Пётр Иванович Бухарицын, океанолог, доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук. Пётр Иванович, доброе утро! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть, во-первых, у нас. Прежде чем мы начнем расспрашивать про экспедицию, хотим сказать нашим зрителям, что сегодня, 8 июня, Всемирный день океанов. Пётр Иванович, вы океанолог. Вам первый вопрос. Как вы оказались на Каспийском море? Да. Как я стал океанологом, попавшим на Каспийское море? Ну, первоначально, после окончания института, я должен был по распределению поехать на Чёрное море, в Севастополь, где должен был заниматься своей новой профессией акванавт-исследователь. Ну, семейные обстоятельства. У меня к тому времени уже был маленький сын, которого с женой негде было оставить на берегу, а работа предусматривала длительные морские плавания. Мне пришлось выбрать вариант «Б», поехать в Астрахань, где я был принят на работу, в Астраханскую гидромета-обсерваторию. На должности инженера океанолога. И вот здесь я уже погрузился с проблемой Каспийского моря. И уяснил для себя, а раньше этого я не представлял, что Каспийское море, оказывается, это остатки древнего океана Тетис, который существовал десятки миллионов лет назад и представлял собой мелководный, тёплый, внутриконтинентальный океан. Ну, один из крупных океанов того времени. Интерес возник не только у советских океанов, к которым я себя отношу, но и зарубежным нашим коллегам. В частности, французским учёным, которые тоже заинтересовались проблемой Каспийского моря. И наша совместная программа заключалась в том, чтобы начать исследование Мирового океана с его модели. То есть Каспийское море было принято как модель Мирового океана. Каспийское море было 7 человек, французок, членами экспедиции, во главе с руководителем экспедиции Петром, с пухолкой, моим тёжкой, профессором Парижского университета. Мне было поручено возглавлять российскую часть. Экспедиции тоже из 7 человек, в основном это москвичи. И мы отправились на судне, арендованном у Каспийской флотилии. Это большое, пустя 2000 тонн, вот измещение судна, размагничивание судно-вспомогательного флота. Которое единственное судно, на котором мы могли выполнять вот тот объём, гигантский объём работ, который мы запланировали. Мы предусматривали отбирать пробы грунта, термина так называемой, в самых глубоких точках от Каспийского моря. И исследовать эти отложения. Вот очень трудно себе представить, что в отдалённых от побережья точках океана скорость накопления осадочных пород очень-очень незначительная. Ну, для примера, в глубоководных впадинах, в ложе океана, на глубинах более 4 километров, за тысячу лет накапливается слой отложений в 1 миллиметр. Мы оббирали пробы грунта в разных точках Каспийского моря на больших глубинах. И самый большой терм составлял 10 метров. Вот если пересчитать, 1 миллиметр осадков это тысяча лет, на какую глубину историческую Каспийского моря мы углубились, отобрать пробы грунта на 10 метров. По грунту можно определить очень много и климат, и гидрологический режим водоёма, и какие организмы и растения населяли этот водоём. Очень много чего могут подсказать эти осадки. Вот так же, как спиленное дерево. Очень много специалистов могут понять. Но некоторые вещи нужно делать моментально. Вот подняли мы пробу грунта, и сразу необходимо сделать какие-то анализы. Например, содержание сероводорода, оно в этих осадках видно, когда разрезаешь этот мягкий такой, ну как сливочная бакла, грунт сероватого цвета. И там такие прожилки тёмные, почти чёрные. Это сероводород. На воздухе он быстро испаряется. Пётр Иванович, спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Хорошего вам дня, отличного настроения. Ну а мы, нашим телезрителям, говорим... Я просто под впечатлением. Не прощаться. Да, мы говорим, что оставайтесь с нами, скоро увидимся. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.